Привет всем! Сегодня мы отправляемся в путешествие из Алании в Махмутлар. Сейчас мы находимся на набережной в Алании, которая тянется до Махмутлары и далее, до Карагаджака и Газипаши. Вот видите, я так тепло одета сегодня, но, кстати, погода очень теплая и на солнце даже жарко. Ну а на набережной расположены пляжные бары, рестораны, кафе, можно прогуливаться, кататься на велосипеде, также можно заниматься спортом. На набережной очень много детских парков и просто парков, где можно отдыхать всей семьей или просто наслаждаться красивым видом на море. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня я хочу познакомить вас с одним из самых простых, известных и вкусных блюд турецкой кухни. Называются они чикёфте. Готовить их очень легко, я думаю, что многие из вас пробовали чикёфте. Сейчас мы отправимся в один из ресторанчиков, который находится в Махмутларе и узнаем, из чего же делают чикёфты, почему они так популярны и с чем их едят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы находимся внутри кафе, которое принадлежит Афет. Чуть позже вы сможете увидеть интервью с ней. А сейчас я вам расскажу, с чем же едят чикёфты. Даже не едят, а что пьют вместе с чикёфтой. Вот вы видите, на заднем плане у меня здесь айран и шалгам. Шалгам тоже очень популярный напиток, который пьют чикёфты. Давайте же посмотрим, из чего делают чикёфты и с чем их едят, и что входит в их состав. Я хочу познакомить вас с Афет, которая является владелицей кафе, где продаете одно из самых вкусных и известных турецких блюд чикёфты. Афет очень хорошо говорит по-русски, поэтому, когда вы приезжаете в Алань и в Махмутлар, обязательно посетите её кафе. Афет, вы очень хорошо говорите по-русски, но вы ведь с турчанкой родились в Конье, да? Да, я из Конье. Я родилась в Стамбуле, а Корни из Корни, город Конья. Конья – красивый город. Ну, кстати, тоже очень известный среди иностранцев город. Да, много достопримечательностей, интересные. И кухня у них тоже вкусная. Да. Скажите, пожалуйста, после Конья вы переехали в Стамбул, а потом в Аланию? А потом в Аланию. А почему в Аланию? 3,5 года, потому что Алания, когда мы приехали сюда в гости, по дороге я уже решила, что это тот город, в котором я хочу жить долго. То есть правда, когда говорят, что однажды, приехав в Аланию, вы остаетесь здесь навсегда? Навсегда, это точно. То есть с вами тоже это случилось, да? Да, так случилось. Решили сразу и переехали сюда, все дела решили в Стамбуле. Через 9 месяцев мы переехали сюда и очень счастливы. И сколько вы уже здесь? 3,5 года мы уже здесь. 3,5 года. И открыли кафе и работали. А почему именно чекёфты? Как пришла эта идея? Чекёфта – это национальное блюдо, которое каждый турок, родившийся, без этого жить не может. Так же и мы. Я очень любила его, очень-очень-очень. И решила открыть это кафе. Ну, спасибо большое, что открыли, потому что ваши чекёфты очень вкусные. Мы всегда, когда приезжаем в Махмутлав, всегда у вас их пробуют. Ну, давайте тогда посмотрим, вы расскажете, из чего делают чекёфты и из чего они вообще состоят, с чем их едят и почему они такие популярные. Ответ, расскажите, пожалуйста, из чего же делают чекёфты и как их делают? Расскажу с удовольствием. Значит, чекёфты, что входит в состав, рецепт какой, что там есть. Булбур – это наше национальное тоже. Булбур – это рис называется. 21 специя. И самое главное, что, почему она такая вкусная, там есть миндаль, орех и фундук. Ага, вот в этой масте, да? Да, в этой масте. Вот она состоит. Выглядит она вот так. Мы её в разном виде делаем. В лаваше в основном. И ещё на тарелки подаём или в коробочке ставим, когда люди пилут домой. А вот как у вас изображено? Да, как у нас изображено. Ну, вот так и делаем. Добавляются соусы. Обязательно виноградовый соус. Специальный соус чекёфта. Они разные. Кто любит острое – самое острое тоже есть. Соус, который очень подходит для чекёфта, на любителя тоже с острым. А из чего он сделан? Я не видела такой раньше. Он на основе горчицы. Но там тоже разные специи. Очень вкусный. И поэтому каждый, который один раз попробует чекёфта, он не забудет. И всегда говорят, как наркотик. Как вы думаете, почему это блюдо такое популярное, почему его любят все, но не только турки, но и иностранцы? Потому что для иностранцев это же нетипичное вообще блюдо. Да. Ну, попробовав, не знаю почему, очень много наших посетителей, иностранцев, в том числе большое количество русских, которые подсели на эту еду. Ему очень нравится. А почему, я не могу сказать. Мы без него жить не можем сами, в принципе. Если один день не покушаем, у нас настроение нехорошее. И потом находим причину. Оказывается, сегодня мы не поели. Да. Добавляем туда солёные огурцы. Ага. То есть на лаваш мы кладём массу вот эту вот. На лаваш мы ставим салат, как вы его называете. У нас он называется айсберг. Потом добавляем огурцы по вкусу. Кто хочет, это на любителя. Мы в основном все любим, потому что огурцы очень вкусные, солёные у нас. То, что вот здесь делим, видите, тоже по вкусу. Спрашиваю у клиента, какие хочет. Такие добавляем. Помидоры, кто хочет, обязательно нарезаем. Ну вот я, например, не люблю с петрушкой. Когда я покупаю, да, я всегда говорю, что можно, конечно, но... Да, это тоже на любителя. То есть можно даже выбрать, какие ингредиенты. Ты хочешь, да, ты можешь выбрать? Да. Даже любят кто-то и морковку. Вот то, что здесь видите на витрине. Это всё ставится в лаваш и заворачивается. Сейчас вот в готовом виде вы его увидите, как я заверну его. Каждый попробовав, никогда больше не забудет и обязательно захочет вернуться сюда и попробовать его, потому что очень вкусный. Ну, чекёв-то всё равно относится к фастфуду, так ведь? Но, например, есть очень вредный фастфуд, да? А есть фастфуд, который делают быстро, но это полезная еда. Полезная. Даже диетологи, так как в нём очень мало, 90 килокалорий, 90... как оно говорится правильно? Ну, килокалорий. Да, килокалорий. 200 грамм 90 килокалорий, поэтому даже те, кто на диете, очень любят его кушать. Вот так вот выглядят у нас готовые... как они называются? Рулеты или... Они называются роллы. Роллы? Да, на турецком это чикёв-то дюрюм. Чикёв-то дюрюм, да. В день... с одиннадцати дня... А, кстати, в школу с утра начинаем мы со школьников. У нас посетители, родители, которые дети в школе, и они им несут на обед. Это, да. То есть дети даже... Да, да. Все начинаем с детей. С утра у нас самые такие клиенты, это дети. А потом уже банки, отели, живущие люди здесь, проходящие все заходят. И до двух часов ночи сейчас, а в летнее время до пяти утра мы работаем. Ну что, наши чикёв-то готовы. Давайте попробуем. Офет скрутила нам вот такие вот наивкуснейшие чикёв-то. Давайте попробуем, какие они на вкус. Очень вкусно, очень-очень. Всем советую, когда приедете в Турцию, обязательно пробуйте чикёв-то. Когда приедете в Махмутар, обязательно приходите в Кафет. Она вам сделает самые-самые вкусные чикёв-то, которые только могут быть. Поэтому, друзья, мы кушаем чикёв-то. Если вы кушаете, то и вам приятного аппетита. Афет, вы очень хорошо говорите по-русски. Почему? Где бы вы учили русский язык? И как так получилось, что вы стали учить русский язык? Я влюбилась в этот язык с девяти лет. Когда было девять лет, приезжали туристы в Стамбул. Я слова «спасибо». Мне так интересно было, что это такое. Спасибо. Все «спасибо», «спасибо» говорят. «Добро пожаловать». Два-три слова выучила. Хотя даже не знала, что это такое. В семнадцать лет я начала учить русский язык. Ровно десять лет я жила с диктофоном и с наушниками. Двадцать четыре часа в день я учила русский язык. В двадцать семь я закончила его. Говорила, хотела говорить так, как русские, понимать, как русские люди. Но у вас даже акценты нет. У вас есть акцент, но он какой-то русский акцент. Даже не турецкий, а какой-то, не знаю. Потому что очень много занималась, читала книги. Когда было мне двадцать лет, я читала книги про Машу и медведя, «Крашеную шапочку» и «Волк». Вот такие вещи. Когда мне было двадцать лет. Я очень... Слух хороший. Я занималась еще музыкой. Наверное, оттуда еще это. Много читала книги, смотрела фильмы. В день одно слово по тысячу раз повторяла. Хотела выговаривать его чисто, как русские люди. После десяти лет я стала... После русского языка стала учить украинский. Но так как я уже русский знала, украинский очень хорошо, быстро удалось мне. За два года. То есть вы это все делали сами? На какие-то курсы выходили? Сама. Ну, я училась на журналиста. И после того, после языка, который я выучила, русский язык, я вообще хотела работать за границей. И получилось так, что я стала работать в России. В России сначала. Во всех славянских странах командировки были. Я была журналистом, криминалистом международным. Естественно, работа, практика. Не столько теория, сколько практика мне дала это. Общение с людьми. Друзья появились очень много. И с того времени, по сегодняшний день, больше 20 лет имею очень много друзей. Славянских друзей. Язык. Как вам кажется, какой язык при мне? Русский или турецкий? Мне кажется, все-таки русский при мне. Русский. Самый сложный язык, который можно выучить. Самый сложный язык. Говорить можно, если и так. Два-три слова. Но именно понимать, чувствовать человека русского надо очень много усилий. Я по гороскопу Козирог. Козирог очень остыл и упертый. И этот знак, он хочет всегда все на сто процентов, чтобы было. Я, может быть, неправильно сейчас могу перевод делать. Поэтому, не зная языка, я не говорила. Я очень долго говорила. Я плакала. Я, наверное, пока выучила этот язык, ведрами слезы пролила. Я буду говорить на нем. И стала говорить. И слава Богу, все мои удачи в этой жизни из-за языка, который я выучила первым. Потом уже работала и в Болгарии, и в России, и на Украине, и в Польше, и в Венгрии, и в Молдавии, и в Румынии. Ну, везде нужен был этот язык. Так как я его знала, мне было легко. А вот, если взять один день из вашей жизни, вы больше думаете, читаете, смотрите по телевизору на русском или все-таки на турецком? Ну, поскольку мы живем в Турции, да, то на каком языке ваш день проходит больше? Даже компьютер я привезла с России. Читаю на русском. А с работой очень много здесь. Так как Алания туристический город и приезжих много, русских очень много. Весь день, в основном, я говорю на русском языке. И я его люблю. И думаю, наверное, я в той жизни была русская. Не знаю. Ну, это просто поразительно. Спасибо большое. Пожалуйста, посетите наше кафе. У нас из курицы роллы, из мяса. Донар, хорошая, очень вкусная. Сандвичи. Добро пожаловать. И буду рада вас всех видеть здесь у нас в кафе. Как вы видите, в Махмутларе живут очень интересные люди. И сегодня мы побывали у Афет. Попробовали ее вкусных чекёфте. Поэтому, друзья, советую всем приезжайте. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Пишите свои комментарии. Внизу я оставлю сообщение о том, где вы можете найти Афет и ее контакты на фейсбуке. Поэтому, друзья, добро пожаловать в Аланию. Приезжайте, отдыхайте, пробуйте вкусную турецкую кухню. Я думаю, что этот вкус вы не забудете никогда. Субтитры ś�у. Пappa, па, 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 «и-текст», О—— «Ай, текст», жэр criar испарrent шашengaсть» « � GPA